Я прекрасно помню этот день, а точнее голос Левитана, который рассказал нам, что началась война. Многое ждало меня. Искренние улыбки товарищей, вкус победы и кровь на руках. Одним из победителей конкурса «Солдатская слава» стал 11-классник школы номер 90 Ильяс Ташматов. Рассказывает, в его семье воевал прадед, но подробности его биографии в семье не знают. На конкурс Ильяс представил написанный им рассказ о герое войны, который после ее окончания стал одиноким человеком. Чувствую какое-то внутреннее желание, потому что я хотел здесь участвовать, и я очень рад, что по итогу стал частью этого мероприятия. В числе победителей конкурса Екатерина Беспалова. Девушка говорит, на участие в конкурсе ее вдохновили истории о пионерах-героях Второй мировой войны, которые совсем юными отдавали свои жизни за великую победу. Наверное, я чувствую огромную все-таки гордость за тех людей, которые не побоялись глянуть в лицо смерти и все же вышли на фронт. Конкурс сочинений «Солдатская слава» проходит уже третий год. В этот раз было заявлено более 450 участников из 80 образовательных учреждений Самарской области. В финал городского этапа вышли 38 школьников. Для них организаторы подготовили концертную программу и вручили почетные грамоты. Я бою везде, я бою, чтобы мир наш всегда посвятил. Нас, как организаторов конкурса, очень радует, что наше подрастающее поколение с каждым годом все больше и больше интересуется историей. Ведь пока жива наша история, у нашей страны есть будущее. Победители конкурса «Солдатская слава» будут представлять свои работы на областном уровне. Никита Борисов, Николай Епифанов. События.